Приветствую вас, дамы и господа. Меня зовут Рирс. Это игра Last Oasis. Продолжаем свое великое приключение двух кочевников. Уже двух, раньше был один, теперь два. В этом суровом, не побоюсь даже сказать, люто суровом мире. Сейчас нам нужно отправиться в хардовую зону. Для того, чтобы это сделать, мы построили специальный шагоход, который не жалко будет потерять. Прокачиваем его сейчас до максималочки, до второго грейда. Модуль я на него поставил, модуль энергетический. Он будет больше энергии делать. Энергия нам сегодня понадобится. Нужно будет его забить водой и забить энергией. Сейчас мы энергетический модуль запилим в него, энергетические улучшения. Все будет тин-тинарем. Давайте покажу вам модуль на моем шагоходе, что он будет делать. Ну, пока вот помню, пока глаза шибко не разбегаются, чтобы потом в будущем к этому не возвращаться. У меня стоит модуль собирателя. Этот модуль помогает ногами нашего шагохода, вот этими вот лапами, волкера, ходуна, собирать файбер, когда он куда-то потихонечку едет. Сейчас, думаю, продемонстрируем попозже. Теперь у нас есть давилка. Эта давилка делает следующее. Есть алоэ. И это алоэ. Я сейчас засуну в эту, собственно, давилку. И она будет делать водички нам не две, а как вот в этом очаге создается. Из одной алоэ две водички, плюс счет тратится дерево. А будет создавать нам три водички. За одну штучку алоэ. Сказка, да? Да. Нам сейчас нужно забить трюмы водой. На всякий случай. Пойдем мы, значит, в кардовую зону, будем крафтить табличку. Как аны? Аны крафтятся. Для того, чтобы скрафтить одну табличку, нам нужна энергия. Димон тут поиграл, значит, за кадром. Я пока монтировал. Да, вижу. Батарея ставится в салот под сумку. И энергия следующим образом расходуется. Нужно сделать вам следующее. Подойти к своему шагоходу, либо к энергетической вышке какой-нибудь и перетащить энергию вот сюда. Сколько она вмещает энергии? По-моему, косарь, если мне не изменяет память. Ну вот, я энергию всю перетащил сюда. И теперь энергия будет в аккумуляторе энергии. Для крафта одной таблички, которая нам нужна для улучшения, нам понадобится 100 фрагментов. Эти 100 фрагментов мы кладем в верстак, который находится в хардовой зоне. Ну, мы сегодня на него посмотрим обязательно, если нас не зарейдят. Кладем в этот верстак 100 табличек. Затем кладем 400 энергии. Запускается процесс. Процесс идет 2 минуты. И во время этого процесса создаются, собственно, таблички. Может создаться от одной до трех штучек. Потратится 400 энергии. И плюс, всему прочему, к табличкам добавятся нам еще вот такие вот штуки. По-моему, это здесь открывается. Вот такие штуки. Осколок. Из этих осколков и стеклянной колбы будут создаваться фрагменты, как я понял, да? Наверное, да. За 50 фрагментов изучается. Этих осколков будет падать много. Стеклянных колб у нас тоже много. В общем, будем перекрафчивать и смотреть, что из этого выйдет. По плану у нас сегодня прокачать крылья на стилет. И крылья на вот этот вот скоростной транспортный ходун. Серия с транспортным ходуном еще не вышла. Я не знаю, что вы там понаписали. Вы любите очень давать советы. Но напоминаю, что серии записываются заранее. Допустим, первые 10 серий вообще были записаны в первые 2 дня игры. Примерно как-то так. И многого, конечно же, я не знал. Но сейчас более-менее наблатыкался. Контента здесь очень много. Очень. Мы сейчас, знаете, на какой стадии находимся? Примерно как в арке соломенной постройки. Ну, уже с деревянными фундаментами. Это вот такое развитие у нас сейчас идет. То есть не на паразаврах гоняем, а уже на каком-нибудь рапторе. Вдвоем выживать тяжко, поэтому к нам присоединится еще один человек. Вы его знаете. Это шептун. Он будет шептать и раздражать вас, как вы любите. Ну, может быть, и не будет шептать. Посмотрим. Хорошо. Тут все перекрафтилось. Нужно зарядить еще алоэ веры. Нефть сюда складируем. Ну, у меня, в принципе, все. Так, ну, сейчас я воду наделаю. Все прокачано, да. Все прокачано. Энергия больше. Модуль на энергию стоит один пока что. И так далее и тому подобное. Все должно быть чин-чинарем. Нам нужны крылья по-любому на стилет, чтобы уходить от рейдеров. Ну, и Димон тут играет без меня, ну, дня, наверное, два. Вот так у него получается по вечерам, с утра сидеть. И все хорошо, говорит. Вообще никто не рейдит, подъезжают типы, что-то спрашивают, уезжают. Вообще всем пофигу. Потому что ни одного станка у него на стилете, как видите, нет. И все. Никто внимания на это не обращает. Он вот такой вот броней гоняет. Выдает себя за нубаса. Будем маскироваться, значит. Крыса же. Крысинное выживание. Крысинное должно быть на максимум крысинное. И еще такой нюанс. Почему мы именно на стилете решили пойти? А потому что там ходит гребаный краб по хардовой зоне. Он офигеть какой здоровый. И он крушит корабли. А стилет способен от него уйти. Так бы, я думаю, я пошел бы на светлячке, базу просто куда-нибудь выгрузил бы в другое место. А пошел бы вот на этом в простом жуте. Если бы я дальше играл один. И не парился. У него, в принципе, крылья есть. Просто, знаешь, заранее видишь, где этот краб, и не подходишь к нему. Все же просто. Теория эта. Ну, на практике, конечно, будет все по-другому. Но, есть и минусы. Стилет привлекает внимание. Лишнее. Оно нам надо. Оно нам вообще не надо. Сейчас, для начала, возьмем с собой всего лишь 100 фрагментов. Пойдем туда без снаряги. 100 фрагментов. И немножко энергии. Посмотрим, что из этого выйдет. Все. И пойдем пособираем волокно нашим шагоходом. Посмотрим, поскольку он будет его добывать. Кстати, об волокне есть место? Да, есть немножко места. Будет ли он собирать камни? Нет, камни он не собирает. Теперь проедем по волокну. Да, собирает. Но он собирает по одной штучке. Это крайне мало. Ну, если закончился серп на крайняк, можно на шагоходе поформить. Я его увешал весь вот этими штуками, крепежами. Но это лишний пипец. Достаточно двух, мне кажется. Спереди и сзади поставить и вообще не париться. Спереди, чтобы быстрее на баллисту, сзади, чтобы быстрее сразу за штурвал садиться. Остальное все. Уйти я. Ой, о-моё. А мы тут прям возле каких-то типов засели. Это было опрометчиво решение. Там они рубят. Димон, давай-ка ты быстрее, наверное. Блин, они прям сюда едут, да? Да. Нет, уезжают. Нет, сюда едут. Окей, я сейчас выгружу этот корабль. Пойду, димоновский корабль в облако выгружили. Будем сидеть паковать уже. Конечно, такой жесткой палево. Вон он, корабль этот стоит, и мы здесь. В нычке в этой крысинной. Разворачивай вторую. Одновременно сейчас развернем. Димон, Димон! Кого вторую? Вторую крыло! Разворачиваешь? Да. Все. Помчали. Вот, какие на торговом судне были, они ко мне подъезжали. Тут их просто несколько, тут два торговых судна стояло. Там еще одно было. Оно было уже либо стилет, либо торговое, но с этими, с маленькими крылышками. Вон они, видишь? Пышки свои для энергии ставили, энергии. Что-то с ней делают. Там такие же нужны. Тоже энергию свои будет не дать. Да, ёптый, давай едь. Ты вон они, вон они, видишь? Спереди, вышки. Тоже торговая. И в них вот такие вышки. В базе стоят. Это воздушный мельник, ветряный мельник. Что они делают? Они же энергию создаются. Создаются. Собираются. 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 Вот, видишь, я тебе про них говорю. Смотри, сразу убрали. Нам такие же нужны. У них вишки и крылья. Его практически не видно с этими крыльями. Он уже не палится. И вот на таком мы будем уже нормально себя потом чувствовать. Рейдеров не так уж много. На самом-то деле. Те на нас напали, скорее всего, только потому, что боялись, что мы на них нападем. Вряд ли они боялись, что мы на них нападем. Потому что они целенаправленно на нас ехали. Они на нас напали, чисто поиметь с нас наживу. Потому что у нас что-то стояло наше заходе. Все, ты понял, да? Virgin Forest. Пойду. Так, окей. Мы на месте, Димон. Открываем карту, что видим? Какая-то пирамидка. Важная точка написана на ней. Торговая станция есть. Есть вода. В центре Virgin Forest. Регион. Владелец Berserker's. Какой-то трайп. Здесь. Главенствует. Красный. Че, нам куда? К важной точке надо ехать? Не помнишь? Не знаешь? Как найти этот? Я не знаю. Пацаны сказали, что они разбрасаны по всему этому. По карте. Несколько штук разбросанных. А одна где-то в горе. Туда можно сразу на 4 закидать. Не, ну в гору мы не полезем. Пойдем хлопок искать. Как он хоть выглядит? Да как растение какое-то белое. Там поляна должна быть. Да. Давай я опять наверх полезу. Человек, мы с тобой просто нубики. Просто туристы. Ничего не знаем, ничего не видим. И нам кровь из носа нужны крылья. Грибы. Я думаю не будем на них отвлекаться. Отвлекаться. В атласе все никак не введут корабль науф. Не, вот, 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 вижу. Вон смотри. Вот он хлопок. Видишь? Где? Вот я возле него стою. С него и волокно падает, и хлопок. Тут на деревьях есть... Короче, вот это вот. Помнишь, как она называется? Паутина червя? Или что-то такое называется. Вот она на деревьях здесь располагается. Это паутина. Нужно ее искать. Но она нам, думаю, пока что не нужна. Если что, сюда сходим еще. Там, где-то тоже какой-то ресурс. Вот. По кварц, что ли, называется. Как-то так. Какой-то гем. Он видит, что бежал в паучок. Облутал уже. К пауку не пойдем. Мог просто ним побежать, потому что он не развалился. Да нет, там. Аккуратно уже рядом стоим. Вон он развалился. Там нужно отойти ненадолго, тогда развалится. Давай к точке к этой подъедем, посмотрим. Там страна устает. На карте поставить. Посмотрим. Дочка интереса. Пирамидка такая. Во, во, мед вижу. Объеденов не за... Пофигу. Мед хочу собрать. Шесть меда. А я обедену собрал. Садись, Димон. Нас ждут приключения. Ну, короче, как выглядит клопок, мы теперь знаем с тобой. Да. Что, если вы перенете большие поляны? Короче, там должна быть такая разрушенная постройка, и в ней стоит этот станок. Еще вижу мед, но уже не будем останавливаться, едем. Классный биом. Секойка, не секойка, тундра. Полутундра. Короче, хвойный лес. Меда здесь вообще прям навалом. Вон она, походу, нет? Где? Бегу. Ильдай, подъедем. Дай, подъедем. Не тарупу. Нет, не то. Глайдерок бы. На глайдере, хоп. Пролетелся такой над островом, прочекал все, что нужно. Как в атласе. Нормально. И был такой аф. Как сказали, только первый один из запасных. Да, там будут дальше водить. Все животных нет. Только макаки. Молодь, видишь, мокор. Ну подожди, даже варки мало животных было там у начала. Все, мы с тобой два нубаса. Ну в принципе, мы и есть два нубаса пока что в этой игре. Но теперь вообще конкретно этого нубаса. Которые такие, о, чё? Биом. Блажки. Хлопок внизу. Да, это просто скорее всего цветочки. Посмотрим. О, есть тут с кого кожу пособирать. О, это же такое. Волокно. Просто цветы. А вот и хлопок, да. Это уже хлопок, Димон. У меня обычный. У меня тоже обычный. Я тут не стал брать понтовый. Подожди, вон то чё. Барк, хлопок. Там на одну шмотку как раз двадцать у нас. Куру за. Собирай, тоже пригодится. Ну я еду к этой пирамидке. Ну вроде бы эта пирамидка совсем не то. Во! Смотри сколько. Вот здесь можно что-то разрабатывать. Видишь, такое земля желтая. Добывается оттуда хорошее. Я не помню какой конкретный предмет. Что-то можно там добыть. Так-то смотри, здесь заныкаться-то вообще легко. Ё-моё, там какая-то, смотри, постройка древняя. Ну что, она есть? Да вряд ли. Груза будем собирать. Да и нет, наверное. Давай подъедем, посмотрим. Амш, краб. Снаб? Значит, вот это именно большая база. Что за большая база? Где можно крафтить, там их много. А, нам нужно маленькую. Маленькие, да, искать? Да, но я не знаю, как маленькую его видеть. Я видел, такие маленькие руины будут. Размерно с человеком. Нормально срезают. Кроворепый. Странствующие мудрецы используют особую технику, чтобы отыскать редкий корень кровавой репы. Если его надрезать, он кровоточит. Сейчас, просто какой-то странный, видишь? Светится. Я забыл, аж бегло. Там какие-то плоды на нем. Яблони. Да, лол. Потому что пацаны говорили, что чернозем добывается там, где я. Что такое чернозем? Ну, вот этот, вот этот. Разработка чернозем. Так, яблоко дает. 19 воды, хрустящая, вкуснятина и никаких червей. Хорошая, слушай. Одно яблочко съел, 19 воды получи. Можно насобирать. А вон и краб еще один. Видишь? Вдалеке. Вижу, вижу, вижу. Пипец, как его далеко видно. Одна? Это хорошо, что его далеко видно. Поверю. Я верю. Я видел, что он у пацанов на стриме делал. Да, я тоже видел, что он делает. Он переворачивает просто корабли. Как щепки они отлетают. Как спичечные крабки. Пошли на краба, остались без одной ноги на корабле. И всех он повалил. Поехали. Я знаю, куда ехать. Нам наверх сейчас надо. И полутаемся. Красиво здесь. Где-нибудь наверху поставить свою базу. Зачем она наверху? Шагоход же не заедет, да? Ждем летающие, короче, шагоходы. Дирижабли, ага. Да, меда здесь очень много. В принципе, слушай, здесь можно ныкаться спокойно. Биом большой. Есть лес. В лесу шагоход найти, но это сложно будет. Если убрать крылья еще. Большие, чтобы они были поменьше. Во! Станок. Димон. Это станок. Мы нашли его. Дай-ка в лес заныкаем. Шагоходец наш. Я все-таки переоделся в броню. Мало ли что, сейчас замес какой будет. Орк какой-то, желтый, смотри. Желтый, рука. Он большой. Больше, прикинь, чем обычный. Ты живешь? Один удар. Блок просто ставь. Старайся заблочиться. О, левел сразу получил. С него какие-то перья упали, слушай. Так, перо. Плетенное перо издовое служит. Короче, понятно. Осколок керамики выпал. Класс, вот их собирают. Кого, осколки керамики? Они как-то добываться должны по-любому. Они вообще, делаешь керамику этот и из печки, из глины делаешь эти осколки. Блин, очково заряжать. Сейчас какой-нибудь на горе гопник сидит. На пауке. Ладно, давай. Чем черт не шутит. Так, кладем. Боятся за осколками не ходить. Кладем сотку. 400. Включаем. Должна пошла пойти жара. Ждем. Ждем чудо. Две минуты. Прямо сразу крылья изучаем. Да. Слушай, зато будем знать примерно, где он находит. Осколки есть. Четыре. Таблички пока нет. Пять осколков. Девять осколков. Тринадцать осколков. Алло. Где табличка хоть одна? Он доделается, будет табличка. Есть. Тринадцать осколков. Забираем. Подожди, я сейчас крылья изучу. Малые крылья для стилета. Ух. Да, забираем осколки. Все, теперь понять, что с осколками делать. Короче, ну все. А из них фрагменты делать? Да, ну как они? Что именно создается? Сколько фрагментов? Вот что имею в виду. Что фрагменты делается, я знаю. Но это нужно 50 пунктов потратить, чтобы их сучить. Погнали, короче, отсюда из этого биома. Обратно к нам на родину. В нашу нычку. Будем делать сейчас крылья для стилетов. И можно опять же на этом же стилете приехать сюда. Но уже с модными крыльями. И дальше таблички эти фармить. Теперь мы знаем, что это возможно. Да. И причем... Ну, я думаю, что нам повезло. Просто слишком большой биом. И вряд ли кто-то здесь 24 на 7 сидит мониторит. На один ходун две ткани кочевника. Это значит, что нам на... Нет, на одно крыло. На один ходун четыре ткани кочевника. А четыре ткани кочевника это четыре клея. Нам сейчас нужно улучшить два ходуна. Это нужно нам, значит, восемь клея. И тем самым восемь тканей у нас будет. Потрачу немножко фрагментов. Буквально там пропалик. Выручим изготовление фрагментов из осколков. Сейчас пойдем посмотрим, сколько будет создаваться. Ладно, посмотрим, из чего они делаются. Долго крафтится, слушай. Надо посмотреть, чтобы создаться. Фрагмент. Один, походу, фрагмент будет. Из одной колбы один фрагмент будет делаться. Но это слушает. Дорогого стоит на самом деле. Потому что пока непонятно, из чего эти колбы делаются стеклянные. Мы их только с руку достали. Сейчас крафтится. Может, там не один фрагмент, может, больше. Где-то, сука, один фрагмент, прикинь. Не табличка, а просто фрагмент. Окей. Консервируем тогда это. Все. Верня это. Я волокно добываю. Я с твоего ходуна снимаю крылья. Давай. Детали для ходуна. Малые и быстрые крылья. Крылья базы. Да, оно, Димон. Раз. Одно крыло готово. Смотри, какие малюхонькие. Я ушел. Да блин. Опор не хватает деревянных. Так, выучил новые сапоги. Давайте взглянем. О, эти хоть меняются. Крутые сапожки. Димон, я тебе сделал сапоги. В твоем шагоходе я оставлю. Все, на твоем шагоходе готово все. Сейчас нам нужно зарядить веток еще. Опор деревянных. Деревянных опор нужно еще полтос. Хочу сделать еще костную бутылку. Посмотреть, что она даст. Сколько воды в ней будет. Лишняя ткань готова. Делаем одну бутылку. О, ты знаешь, что двойной щелчок приносит из инвентаря, допустим, в этот. Средний. 35 воды теперь могу таскать. Но это вообще того не стоит, бутылка. Конечно. Тут есть такой нюанс. Смотрите, когда вы берете слишком много воды. Из-за вот этой штуки, то лишняя вода кидается на пол. Идь осторожны. И еще одни крылья. Отлично. Все, выгружаемся. Все, 135 у нас есть. Отлично. Энергии у нас, правда, мало. У нас 499 энергии. Это на один только заход. То есть нам нужно сейчас будет покататься, покопить энергию. Нифига он топит. Слушай. Вот это да. Он прям в разы быстрее стал. Прям чувствуется. Жестко слушай. Странно. Он пропал. Он был здесь. Ну и тигры пацаны говорили, что он только на один раз. А, все, понял. Ну, поехали тогда дальше искать. Пере знаем, как он выглядит. Угу. Болиста надо было поставить. Ну ладно, в следующий раз. Вот он. Так, давай заныкнемся где-нибудь в лесок. Домой и тут не шибко заметно. Да все равно. Сюда куда-нибудь хотя бы. На минутку-то я пойду. Пока ты сейчас душны, как-то с деревья повалишь. Все, Димон. Нет времени на минутку отходить. Висим, что ли? 699. Что 699? У него жизнь. Нафиг ты с ним сражаешься. На, ли крафтить. За хилься только. Ну, керамика была. Очков, сука, в таких моментах всегда. Целых сто фрагментов, е-мое. Оставляешь какой-то клавиш в станок, в который любой может залезть. Есть табличка одна. М-м-м, блин. Одна табличка всего лишь. Ладно, изучаю крылья для торгового. Отлично. Так, ну все, нам энергия нужна. Пошли энергию копить. Собираем пока. Крылья уже есть. Так, из чего они крафтятся у нас, крылья-то эти? Смотри, для крафта нам нужна будет опять ткань кочевника и одно крыло. 42 деревянных поры и 18 канатов. Бороться нам придется. Нам опять нужно сотка опора. Я просто шел к червянушке и за ним побежал. Так, ну все, генерируем энергию. Мы стоим. Я висю. Все, мы повисли. Сервак упал. Мать, надеюсь, отката не будет. Не хотелось бы откат. Только не говорите, что откатились. Нет, фух. Крылья остались. Отлично. Но станка нет. Откатило ненадолго, слушай. Нашел какой-то маг. Чтобы вырастить, требуется высокая концентрация вулканического пепла. Можно выращивать здесь, прикольно. Что-то грядочек так и не видел. Соберем, посмотрим. Может быть можно засунуть их во что-нибудь. В водовилку. И выдавить. Ищу хлопок. Бегаю. Не на шагоход, а на базу. Чтобы разворачивать ее. Я думаю, в мельнице на шагоходе это тихо и палево будет. Нашли еще один сундук, но у нас... Ну как сундук? Древний станок нашли еще один. У нас не хватает энергии. Пытаемся, собираем дальше фрагменты. Я примерно запомнил, но против стрелки. А сколько надо? 400? Да, у нас 259. 259, да. Идем пособираем фрагменты. Он большой. Еще один станок появился. Все, 400 энергии сейчас будет. Отлично. Как раз тут и скрафтимся. Готовся, Диман. Че такое? Идем крафтить. Пошли, извини. Пошла, моча по трубам. По древним. Ну, не так уж и страшно было. Я думал, будет больше гопников, которые караулят. Видимо, все своими делами занимаются. Быстрее нас собирать самому эти фрагменты, чем вот так стоять, караулить. Кого-то гопать. Что учить будем, даже не знаю. Хочется, чтобы побольше фрагментов выпало. Если выпадет два фрагмента, то сейчас улучшение на стилет вылучим. Либо глину. Скорее всего, глина понадобится и печка. Фрагментики. Отлично, одна табличка есть уже. Уже одна табличка, Диман. А он еще наполовину только как раз. Сейчас мы же еще одна табличка будет. Табличка за стихиями. Забрал, да? Угу. У меня одна, всего лишь будет, скорее всего. Грусть печаль. Ну, все, поехали на базу, наверное. Ветряки сейчас будем делать. В следующей серии. А пока... Присолим эту табличку. А сейчас, крафт, крафт, крафт. Зачем ты меня бьешь? Я хотел нажать, прыгнуть, а нажал, ну... Прикольно это. Подожди, Диман, а где фрагменты? Ты брал. А куда я их положил? Не знаю. Вот табличка одна. Посмотри на инвентарь у себя. Мы же два раза сейчас табличку заряжали. Ну, ты сейчас... Ну, еще осколки где? Тут все 30 лет. А ты забирал, нет? Не знаю. Может, и забирал. А-а-а! Я понял, куда осколки делись. Сервак же падал. Мы их всохотили осколки. Ну, табличку я успел. Использую, так сказать. А нет, не успел. Мы просрали осколки, прикинь. Охренеть. И табличку всохотили. Чё? Придется заново крылья учить. Ну, и ничего страшного. О, там есть сразу, смотри, средние крылья. За две таблички учатся. Средние крылья для стилета за три таблички. Может, накопить сразу на средние крылья для торгового? Каним нужно кочевника 4. Да они по фигне крафтятся. На самом-то деле. Эти крылья. Я бы ноги выучил. Бронировал. Я-то сейчас довольный уже такой. Думал, ну всё. Сейчас мы и крылья замутим. И ещё куда-нибудь табличку потратим. Ну, придётся только крылья ковчевника, значит. И станок разлетелся. В печаль вообще. Ладно, дамы и господа. Давайте будем закругляться. Мы поехали обратно на базу. У нас есть ещё таблички. Табличек нет. Есть фрагменты. Фрагменты будем сейчас использовать на ветряк. Ну, в общем, в следующей серии всё узнаете. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. Вступайте в группу ВКонтакте. Оставляйте комментарии. Ну и, конечно же, рассмотрите возможность стать спонсором этого канала. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Всем огромное спасибо. Вы вносите большой вклад в развитие этого канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok